здрасте уважаемые телезрители нас по-прежнему трое в этой студии артик тв александр ритунская андрей привалихин программа называется четвертая власть и у нас похоже власти уже поменялось да если вы обратили внимание мы немножко тут рокировочку небольшую сделали и на повестке дня у нас вопрос 14 сентября поменяется ли у нас мурманской области власть мы продолжаем этот разговор можно тупо вопрос сразу ставить а мы сами хотим чтобы власть поменялась территорический вопрос если если вопрос не почему это вопрос в лоб ты хочешь чтобы власть поменялась я думаю что да я хочу чтобы власть поменялась и я хочу слушайте господа я вот как женщина уступившая место председательствующему чувствую некое облегчение мне на самом деле очень здесь уютно и комфортно я теперь наплевать я смотрю куда вы нас выводите давайте по персоналям пойдем да да давайте пойдем по персоналям макаревича александр геннадьевич значит и того сколько мы сейчас имеем претендентов по крайней мере те кто открыто официально заявили шесть человек это это заявил значит первого нас кофтун действующего губернатора марина васильевна значит дам следом антропов максим белов виталий измайлов александр геннадьевич макаревич и игорь марай теперь давайте делить на тех кто были предсказуемы кто были вероятны и кто как черти из табакерки повыскали персоналии или политические партии которые выдвинули свой народ вот давайте вот по поводу политические партии которые выдвинули это вообще действительно к саша говорит черт в табакерке причем в такой черт и такая табакерка как будто таких нафталиновая такая вот затертая и потом она раз то вау аначе партия есть почему вот и из лдп ровской табакерки выпрыгнул совершенно новый такой вот максим белов он любом случае уже как-то пытался про пробиться на политическое поприще но не прошел прошли старшие товарищи сейчас он уже официально заявил вернее партия доверила ему нести сказать фламя сей тяжкий крест причем обратите внимание что именно федеральный центр и совет партии в москве и лично жириновский доверил он сейчас всячески пытается откреститься от товарищей по партии от тут аж те которые не товарищи да получается что существует установка значит ну по крайней мере для нас она вот так нам объяснили что идет молодежь финансируется все это только из центра если какие-то бизнес там элиты или структуры заинтересованного частью политической жизни не надо здесь создавать на месте общак и привлекать глупо получается сказал если у кого-то есть бабосики везите их москву мы там сами распределим и когда я задала вопрос а предполагается ли что они будут чистить свои ряды уже вот как бы изнутри и попросят того же там безуглого или нефедова учитывая там какой-то шлейф истории которые тянутся мы же знаем что всегда лдпр это была партия как переходящая знамя всегда она продавалась покупалась там всегда рулили бизнесмены и как бы последняя история но это же не секрет польшинеля что это была шубинская структура и все сказали что вот он привел трех депутатов совершенно ручную фракцию и поставил своего председателя дуба ну по крайней мере так говорит но договорилась конечно вот теперь они пытаются от этого так сказать откреститься отмыться но по поводу депутатов сказали так до конца срока со своими мандатами как избранные они досидят никто них но дпр в этом смысле может быть и отличается как-то прагматизм зато все на на переправе к не не меняет но коли выпала возможность такая представилась до заявить по крайней мере что есть свежая кровь молодая кровь лице максим белова да они начинают это активно двигать вернее начнут сейчас активно продан обещает что в списках муниципалитет будет молодежь самое интересно что его штабом будет руководить ирина зажигина вы могли видеть в дворах думы долгон а настя карьева побывала у нее на кухне они готовили какой-то супер мега салаты она там кстати рассуждала о месте жила политик мы был и не пробовал всем мужчинам кажется что они такие всемогущие а женщины это женщины слабые ну я с этим не согласна вот смотрите вот у максим белов вроде никакого за ним компромата не водится кроме того что к нему прилепили ирлык что он агент агент госдепа и то что он переходит регулярно на английский язык ты знаешь вот это вот по моему американских десантников есть да такая поговорка вот это 101 то худая звуинс то есть кто дерзит кто отважится тут побеждает извините меня вот сейчас у нас президент в австрии был он там постоянно немецкий язык переходил ну и что теперь ну и что это такой тренд вот читали 17 мгновений весны да там шейнберг курит сигареты camel и роняет фразу ну только естественно при помощи леона семёнова воистину куришь вражеские сигареты подумаешь что шпион свое время и мура и мамара я вернее обвиняли в том что он имеет прописку в чехии он как бы это факт не скрывает да у него плавно перешли к еще одному кандидату от гражданской платформы он же у нас в рецмэн ну вот в четверг он подал бумаги мурманчанин 39 лет скоро 40 в июле женат воспитываю двух дочерей 17 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью многие годы возглавляю федерацию хоккея с мячом города мурманска вот такой нюанс да наверное потому что короче говоря ему сказали в два часа он без одной минуты два пришел ну и вроде как богомолов сказал его наконец нашелся пунктуальный человек который во сколько обещал во столько и пришел принес все бумаги кейна а почему ты не рассказываешь то вот этот замечательный человек выпущен когда впервые увидела игоря морали когда он разместил баннеры по поводу одного из банков коммерческих не буду называть дабы не вызвать сейчас гнев этого банка что это банк которым у меня пропали деньги но это банк вообще-то норвежский и его знает лично король норвегии и он его считает своим личным врагом буквально король норвегии пускай считает своим личным врагом кого хочет не на может они уже помирились это вопрос этой серии этой серии знаешь когда на продуктовых магазинах появились плакатики обами вход воспрещен то есть такие вот ну что что король обеденный к норвегии по поводу еще этого кандидата хотел бы сказать что он сам очень болезненно относится к тому когда ну как бы вот к термину технический кандидат я думаю он политик начинающий он вообще на все болезненно реагирует вот про него написали что-то там ну в негативном ключе он на это болезненно реагирует по-человечески болезненно он еще пока не толстокожий он не привык еще а может быть и не привыкнет не знаю реплика по этому поводу слово технический кандидат или его там по разному называют да спойлер до 1 такой месседж до расчеты с расчетом на фидбэк сейчас модно сейчас говорить месседж с расчетом на фидбэк а что такое спойлер но если следовать в википедии да то это противовес противовес если английскому языку то одно из значений например это тот кто может все испортить так вот если мы переходим к спойлерам это может все испортить это же виталий измайлов вот как раз еще один виталий измайлов который идет на выбор от партии возрождение россии всем небезызвестная партия которая была организована по моему 2002 году всем небезызвестная неизвестная партия в мурманске вообще никак не представлено с туманным прошлое да не то есть не не боже мой у меня к тебе есть вопрос вопрос такой как устроен интернет вот смотри вот это вот их неизвестная всем партия смотри я то что я искал в поисковике и там вывалилась сайт по моему называется profiles.ru там написано компания партия возрождение россии мурманские региональные отделения адрес улица сафонова дом такой-то значит схема проезда все такое прочее дальше компания партия даже похожие компании первые из похожих компаний муниципальные бюджетные образовательные учреждения детский сад номер 5 честное слово расскажи как устроен почему почему похоже я думаю что нужно отдельно передачу посвящайте хорошо у меня тогда вопрос как краеведу да и жители города мурманска мы мы сегодня залезли же в гугл и всей редакции смотрели что расположена по адресу сафонова 15 у нас полная уверенность вот это здание это баня меня например смущает что на этом здании вообще ни одной вывески нет никакой то есть вы уже съездили посмотрели туда что мы в гугле посмотрели как устроен интернет в гугле посмотрели не все то золото что блестит ну да может быть юридический адрес не ну может быть и баня да ну и что такого у нас сейчас губернатор сидит в здании нквд бывшим ну и что по поводу возрождения россии просто неважно где она находится важно что мы прям в мурманске про нету не слышали вообще никогда не ты видел вообще список областной избирательной комиссии 32 две политические партии региональное отделение имеют право вообще участвовать в это безобразие выборах права то я имею имеешь а могу нет не можете вот они доказали что они маленькие но гордые сколько их там девичек 10 10 вместе с измайловым я не могу добиться я это все очень просто на самом деле кроме того что вот адрес там сафонова 15 баня не баня вот там прям мобильный телефон указан это мобильный телефон руководителя регионального отделения господина гусева демократично я прямо вот так вот позвонила гусю и дозвонилась и дозвонилась да андрей свидетель прямо перед программой но это не телефонный разговор ну что же вот вы такие вопросы задаете у меня был вообще простой вопрос когда виталий измайлов успел вступить вашу партию так ему не обязательно вступать нет он начал не думал сказать он не вступил или он вступил неделю назад но это видимо тоже молодой начинающий политик который боится отвечать на вопросы журналистов но не боится выдвигать своего кандидата на должность высшего ну там я не знаю кто выдвигает но если мы обсуждали мы обсуждали это перед началом передачи что это так так есть проекты ленина 75 то есть ты вот этой версии придерживаешь для меня вчера на самом деле было полу неожиданностью видит это ты заявление виталия о том что он собирается идти на выборы и его не фидбэк вернее бэкграунд с каких с какой платформы он идет на эту выбор то есть вот то что он критикует что за два года правительство ничего не сделала позволило себе сделать вот что это проект правительства хорошо на первую версию ты озвучил до 2 как бы и версия на поверхности что это проекта василия пимина хотя опять-таки адрес свидетель я не выдержала я уже позвонила пимину и говорю вот просветить меня пожалуйста дура я дурой вообще скажите что за союз северян ведь впервые я увидела виталия измайлова на тот момент генерального директора триумфа когда он стоя на сцене сказал вот у нас есть союз северян вот мы собираем предложение неравнодушных граждан и мы все это донесем до власти а если надо будет мы пойдем во власть это первый был звоночек потом я значит располагаю информации что тот же василий пимин вел переговоры не только с возрождением россии но и с другими вот этими карликовыми партиями о том чтобы успеть его туда ввести я правильно понимаю что политика превращается сейчас в бизнес для некоторых я не знаю при этом значит василий пимин мне как он мне ответил на мой звонок простите что я делал наш разговор так сказать достоянием гласности ну я не скрывала что я интересуюсь как персональные череда не могу я спрашиваю так вот что ж теперь союзом северян то а я ничего не знаю а это проект измайлова я бы жить а измайлов не ваш проект да нет я с ним просто дружу ну я уже поняла что пора прощаться потому что буквально там не знаю месяц или два назад когда василий пимин был программе цвет власти он говорит кто такой измайлов я не знаю измайлова мне вообще его нам чуть ли не силком вот я о чем и говорю что очень да все и сделать настолько запутанно да что начинаешь когда клубок распутывает и не знаешь это он ведет концу или к началу измайлов который руководит на сегодня медиа холдингом триумф всеми компаниями он бывший пресс-секретарь губернатор и вы хотите сказать что я вот он это должен поставил вот есть какая-нибудь версия озвучивай да их может быть сколько угодно ну вот смотрите вот такая версия совершенно тупая виталик нашел где-то день но там какой-то минимум ну может быть там и его там лично поощрили человек вполне я вам сейчас расскажу а вы скажете имеет такая версия право на жизнь или нет человек делает себе биографию вот наша биография до капра там родился женился учился крестился вот после этого у него и она сухая да там же не написано где ты участвовал каким боком где ты там в милу запачкался а где куда-то вступил правда и и вот у него там будет написано значит там вот высшее образование работал учителем в школе вот с такого-то года на телевидении журналист редактор старший редактор главный редактор начальник управления в областной администрации генеральный директор телеканала участник кандидат в губернаторы мурманской области на выборах в таком-то году вот неплохая биография скажу одну вещь единственный путь для козла поднявшегося в гору путь с горы я вот себе уже записала в паспорт положила если у меня начинается это мания величия я читаю но во-первых ты не козел и в гору тебе не нужно вот смотрите вот вот внешне такая биография она же будет привлекательным выглядеть про внешне да не в мурманской области например соседние карелии но мы можем хотя бы ну хотя бы да ну вот скажите разве такая версия не имеет право на жизнь ну ты реально считаешь проходной вот такую фигуру то есть получается такой как бы предатель можно сказать да вскормлены откормлены пригреты на груди змея можно сказать да то есть его взяли женщина пошла все были против пришла в желтый дом искала на кого опереться взгляд полна виталия да она там ему доверяла там целый год сколько он там отработал я не знаю поверенных дела на мой взгляд виталий сделал одну ошибку согласился согласился возглавить управление информационной политики в областной администрации вот и все то есть и после этого вот началось то что продолжается вот сегодня то есть 29 июня 2014 года я надеюсь что наш коллега не сильно обижается на нас в принципе это может быть особенность нашей профессии в любом случае мы сейчас будем обсуждать потому что он кандидат публичным человеком становится публичным человеком мы будем вынуждены говорить про него он должен знать на что что на что идет до более того наш коллега чуть даже бывший данного коллега узнает что это такое ну я не верю что понимаешь какое дело он сидит он говорит меня осталось неделя я быстро быстро сейчас иду в партию возрождения быстро-быстро меня выдвигают я быстро-быстро проигрываю выборы получая биографию как ты говоришь да и уматываю там в другой региона такой биографии это как это как генерал чернота в беге да но парамон я грешный человек нарочно бы большевикам записался чтобы тебя лично шлепнуть шлепнул бы и моментально обратно бы выписался а мы будем сейчас возвращаться к муниципальным фильтром посмотрим вот еще да кстати по муниципальным фильтром то я еще был одну версию тоже перебирала тут уже вообще у меня голова квадратная стала в раздумьях виталий измайлов я думаю может быть вот это действительно вот тот как бы кандидат который должен не пройти муниципальный фильтр ведь кто-то же должен его не пройти коммуниста жалко в жертву приносить что будет дальше ну вот он не проходит муниципальный фильтр и он говорит это же какой фильтр это же невозможно это же ужас какой-то а ему говорят вот и не такой вот странный до прошли а ты не смог видать команду тебя плохо сработало либо санты всем показался капитану енакиеву не показался как-то вот что-то под партии за того я честно говоря не совсем не не думал про пройдет он не пройдет не пройдет это уже тоже заранее он претендент на то что я не пройти муниципальные да ну допустим 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 вот какая-то эндрига развивается вот у нас есть человек который не прошел давайте мы посмотрим он что имеет какой-то опытом партийной работы там публичный политик нет у него есть какой-то опыт крупный там руководящие работы нет да за ним все таки нос торчит василия пимина торчит нос уж и торчит да и нос и торчит партия какая-то левая левая она на самом деле левая левого толку лево популистка вот он и не прошел для этого и нам объясняют для этого фильтр и нужен вот он для этого и для этого мы не сделали самовыдвиженцев представляете сейчас мужики бы с чемоданами денег из москвы приехали но и 6 кандидатов на небольшую мурманскую область тоже в принципе немало я считаю кого-то кого-то можно привезти это очень много жить как мы вот осторожно мы всех обсуждаем а постоянно вот к макаревича не можем приблизиться вот как-то кругами ли я всех там перебиваю вот в связи с измайловым меня очень много вопросов по кандидатуре макаревича потому что свое время ну его враги или доброжелатели но активно распускали слухи что им по пути опять-таки с василием пимином что триумф будет поддерживать как бы компанию справедливо россов и вот эти их заявления о создании союза северян во время праздника там работника жилищно-коммунального хозяйства предполагали что тандем на наметился уже давайте давайте вот по поводу кто кого-то будет поддерживать очень сложно зная василия свет пимина да очень сложно сказать кого он будет поддерживать любая его передача любое заявление жаду он уже заканчивается утром одна версия вечером другая версия в обед третья версия случается четвертая версия понимаешь то есть поэтому тут куда карта ляжет или куда он еще не навыкать нос покажется да вообще непонятно вот по поводу союза северян то да я разговаривал с александром геннадьевичем вот разговаривал да значит дело в том что это же наверное опять так получилось что пока он там был на этом празднике жкх-шном да его показали вот он сидит да он был не в курсе вот он был не в курсе а выступал он следом за измайловым он следующим оратором был который вышел на сцену вот это не показали по телевизору бы наверно потому что было не надо он вышел на сцену и сказал что ребята вот ну то есть он ни сном ни духом никакого союза северян не слышал и он там высказался в том духе что партия правительную обычный лозунг партия справедливая россия сама вот займется проблемами которые есть у жителей апатитов да и всей мурманской области в сфере шкаха типа будем делать вот что-то типа газеты вопросы-ответы и самое интересное что мужик сказал мужик сделал то есть первый номер газеты вышел вот александр геннадь ведь при всем при том достаточно реальный кандидат я думаю что у него высокий рейтинг узнаваемости и наверное высокий анти рейтинг вот все его осенние там истерики когда перечеркивать эти бюллетени пускай он не достанется да это уже бестселлером стал или вот с орала когда он ходил и вот это орало оно к нему уже его прилепили то есть вот образ какого-то скандального политика я не знаю как от него будет освобождаться нет не настолько скандально все-таки политик чтобы вот так вот прям он политик нормальный политик в любом случае я согласен слон он реальный политик он он играет уже рога именно он игрок а мы выбираем администратор нет дело в том что вот уровень достаточно высокий губернатор области да он должен он должен быть артистом ну должен просто да но вспомните как евдокимов появлялся в кадре и говорил здравствуйте уважаемые мои дорогие земляки и народ плыл около экрана обояшка юрий алексеевич гиро алексеевич асмирратор должен играть не да он летает частный бизнес-классом летает в эконом он проходит как все его знают но со всеми здороваются всегда найдет то есть он такую дужку до сих пор остается дужка да он может где-то на закрытом мероприятии матом сказать это не секрет да но при этом он остается нормальный доброжелательным человеком макаревич и в принципе он же ребят я ваша радость не разделяю потому что мы не агитируем макаревич он обещал меня четвертовать и отправить не буду говорить куда поэтому разных пакетиков лесу же проследим за этим чтобы он выполнил свое предвыборное обещание макаревича ну никак не устраивает потому что он затаил там злобу кричал орал ну связи там с какими-то моими там же очередными юмористическими программами когда он очень хотел стать депутатом государственной думы а язев встал а он нет и я припомнила ему его песню как он замечательно в куларах думаю пел прощайте скалистые горы искал вам рано прощаться оставайтесь с нами оттуда поедет язев и все и между нами пробежала хорошо сказала между прочим прощайте скалистые горы на подвиг отчизна зовет мы вышли в открытое море в суровый и дальний поход мы начали с того что а заинтересованы ли мы в том чтобы менялась власть для журналисты и вообще ну люди как бы может быть обыватели может быть им интересно да скорее даже нам интересно а вот что касается бизнесменов люди дело в любые какие-то тектонические сдвиги если они будут тектоническими любые смены вот этих парадигм они опасны нет разуме мы говорили в прошлый раз что должна быть неприемственность власти как таковой да то есть не должно быть фаждизма а должна быть преемственность курса то есть если мы идем этим курсом да мы идем туда в ту сторону подожди тогда странно выходить значит с риторикой оппонента критиковать прийти и начать делать все ровно то же самое нет 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 ты не правильно понимаешь да 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 не то же самое вот понимаешь ты просыпаешься в понедельник утром а у тебя другой губернатор в области но ты этого не заметил хуже жить не стал ничего не повалилось ничего не упало это что никто не кричит гипс снимает клиент уезжает и это нормально в нормальной стране так должно быть вот поуправлял там четыре пять не знаю семь лет да все что-то сделал хорошо что сделал вот теперь отойди в сторону сказать другой делает или ты думаешь что другой теперь на вороте такого что потом никто не расклепает мы тогда все на кладбище помнишь да если помнишь первую передачу мы хотели хотели начать с того что будем обсуждать отчет губернатора там же только две оценки есть да принято к сведению удовлетворительно нет принято или не принято то дальше ничего не происходит да и потом если мы не хотим каких-то перемен дату зачем нам тогда выборы ребята вся оппозиция и в том числе как бы жадные люди сказали нам не нужны выборы мы не хотим тратить 100 миллионов нужны они кому-то для поддержки для прояснения смысл действующий губернатор сама сказала я хочу на выбор чем она сказала об этом еще год назад начала об этом говорить да и вот через год в мае она и наконец дали добро иди а вот что скажут люди будет понятно 14 числа когда вот если они придут значит им интересный выбор а если они не придут значит им не интересны выборы теперь надо поход не знаю я бы знаете на что потратил деньги вот на месте некоторых хотя конечно может быть это их пустую рекламные ролики областной избирательной комиссии бы сделал хорошие действительно по-настоящему хорошие то есть ребята приходите на выборы от вас зависит вранье что от вас не зависит на самом деле зависит приходите я согласен скажите свою веской вот на это надо деньги потратить для того чтобы что-то шевелилось надо самому шевелиться и что-то делать мы же как мы вот так живем на нам говорят ребята надо строить приют для бомжей надо чтобы они там вот могли 30 суток все говорят да надо надо построим рядом с твоим домом нафиг нафиг надо вот там ну что-то тоже да специальное учреждение для вот молодых наркоманов очень много да надо надо это болезнь надо ее лечить вот у нас у вас там в микрорайоне есть недостроенный детский сад мы сделаем этот то боже упаси вот мы так живем по любому поводу вот мы сейчас тут пытаемся кого-то возбудить да вот какой-то электорат а он не возбуждается а надо его возбудить чтобы он пришел на выборы чтобы он оторвал зад от стула наша передача должна сподвигать людей чтобы они оторвали свои задницы простите меня за грубость да и оторвали пошли 14 сентября приняли участие в голосовании то есть кандидат сейчас неважно их сейчас 6 14 1 причем значит давайте так людей не будем вводить заблуждение то есть у нас есть люди которые заявили об этом часть из них уведомила облсберком теперь у них есть вот кого примут сведения у них есть там до 30 июля возможность собрать под 30 июля сейчас они все как ты сказал оторвали задницы да и пошли уже оторвали 6 человек точно пойдут на выбор поэтому я предлагаю в следующий раз говорить про фильтр фильтр искать да 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 ну председатель почему нет председатель строящей да на сим собрание объявляется закрытым всем спасибо за внимание увидимся на канале артик тв ну а также на на сайте биппорт ком и большое радио бигдефис радио точка ру до свидания спасибо заседания